здравствуйте мои дорогие подписчики друзья и гости с вами ира и канал готовим с любовью сегодня мы будем готовить очень вкусный и несложное приготовление салат с куриной печенью салатик просто объедение хоть и простые и доступные ингредиенты но очень удачное сочетание салат вкусный и сытный обязательно приготовьте его для своей семьи а праздничная подача не оставит равнодушным никого смотрите видео и готовьте вместе со мной и радуйте свою семью не только вкусными салатами но и красивой подачи для приготовления салата нам нужны будут следующие продукты 2 отварной моркови 3 отварных картофеля 4 отварных яйца 400 граммов куриной печени 1 луковица майонез для заправки для украшения мы будем использовать зелень петрушки и 1 маринованный огурец берем большую луковицу и нарезаем ее полукольцами этот салат сочный сытный мне он очень нравится я обожаю печень куриную свиную любую в этот салатик лучше использовать именно куриную печень она нежнее быстро жарится мягкая на раскаленной сковороде с растительным маслом мы обжариваем луковицу куриную печень нарезаем небольшими кусочками печень будет сало добавляться вот именно в таком виде в жареном мы не будем ее пропускать через блендер или мясорубку салатики она будет кусочками слегка в жареному луку добавляем печень перемешиваем печень будем жарить до готовности главное печень не пережарить и не пересолить иначе она будет горьковатая на вкус солить печень лучше в конце это основные правила приготовления печени куриная печень жарится быстро проверяем печень на готовность очень просто берем кусочек разламываем его вот так раздавливаем лопаткой и смотрим если внутри печень не кровит бледная такая розовая печень готова очень важно не пересушить еще один кусочек разламываю крови нет печень готова тушилась она 7 минут теперь в конце мы добавляем черный молотый перец по вкусу обязательно немножко и соль соли немного печень должна быть слегка даже сладковатой еще раз хорошо перемешали заметьте почему мы так мало готовили печень и просто печень нарезали маленькими кусочками соответственно она приготовилась быстрее чем обычно выключаем огонь теперь дадим полностью печень и остыть а сами займемся приготовлением других ингредиентов для салата печень лучше переложить в другую емкость так она быстрее остынет отварной картофель натираем на крупной терке отварную морковь мы натираем на мелкой терке одну морковь мы оставляем для украшения мы будем делать с нее цветочки очень важно вторую морковь натирать именно на мелкой терке это будет верхний слой нашего салата половина верхнего слоя в общем посмотрите теперь берем яйцо из яйца делаем корзинку сначала сделаем корзинки а потом уже будем дальше подготавливать продукты корзинки делаю как умею просто вот то в одну сторону надрез то в другую как только мы сделали такие надрезы по кругу теперь берем вот так аккуратненько вот видите снимаю главное и полностью делать надрезы чтоб вот такая корзиночка с белка у нас получилось делаем три таких корзинки очень удобно когда корзиночки снимаем и желток остается но если у вас получилось так как у меня в первом случае туда просто немножко накрошите желтка желтки и белки отделяем белки у нас идут на верхний слой для украшения желтки мы добавляем в печень просто разминаем их вилкой яйца у меня не домашние сразу же видно насколько другой желток я привыкла введите желтенькие яркие желточки ничего оставшиеся белки мы натираем на мелкой терке салатик буду готовить с помощью кулинарного кольца это меня разъемная форма дно я убрала поставили им кольцо диаметр формы у меня 18 сантиметров первый слой у нас отварной картофель который мы натерли на крупной терке разравниваем этот слой салате как вы видите простой по продуктам но он действительно сытный можно этим салатиком заменить ужин совсем чуть-чуть вот так чуть-чуть присаливаем как вы уже знаете я заправляю салаты только домашним майонезом рецепт домашнего майонеза будет ссылочки под видео нет ничего вкуснее и натуральный домашнего майонеза беру кондитерский одноразовый мешок очень удобно закрываем ножницами срезаем немножко вот наш салатик и теперь делаем сеточку с майонеза быстро и просто следующий слой у нас желтки которые мы размяли вилкой сверху немножко вот покрыли их майонезом и теперь выкладываем печень печень у нас остывшая вот именно выкладывайте печень с соком этот сок хорошо пропитает картофель вообще это очень вкусно а мы еще красиво подадим это блюдо в виде салатика ложкой вдавливаем вот так печень делаем максимально ровненькую поверхность сверху сеточка с майонеза печень должна быть остывшей комнатной температуры теперь визуально поделили на две части вот нам нужно разделить вот так нашу форму одну часть мы покрываем белком белок заодно выровняет поверхность сделает ее гладкой плоской пальцами вдавливаем разравниваем все вторая половина салата заполняется отварной моркови контраст видите какой белая и оранжевая также выравниваем поверхность отварную морковь я нарезала пластинками теперь смотрите у меня вот есть такая штучка виде звездочки смотрите что мы делаем мы берем вдавливаем вот видите снежинка здесь у нас теперь берем и снимаем еще раз вдавливаем снимаем остаток и снежинку вынимаем для декора нам также понадобится маринованный огурец можно заменить его свежим огурцом значит сейчас мы срезаем вот так наискось это у нас будут листики вы уже догадались к нашим цветочкам теперь вот красиво вырезаем форму листика ну как вы знаете красиво как получится обычная в этом деле не профессионал просто вот красиво делаю зубчики когда салат красивый его хочется кушать глазами поэтому всегда стараюсь подавать красиво салаты салат в холодильнике должен постоять минимум 15 минут теперь снимаем форму смотрите как мы украшаем этот салат значит на моркови у нас будет здесь именно цветочки беленькие будет у нас контраст на белом слое у нас будут снежинки выполняем листиками нашу композицию вот здесь вы уже сами себе художник украшаете салат как хочется вам теперь дополняем еще листиками петрушки мне нравится когда салатик вот красочный яркий убрала петрушку сбоку мне кажется она просто закрывала мои лепесточки с огурца ну вот принципе так мы подадим салатик на стол а еще у нас остались маринованные маринованный огурец смотрите что мы делаем мы берем нарезаем его ломтиками теперь немножко майонеза и приклеиваем его очень красиво получается как ободок хотите удивить своих гостей подачи вкусом приготовьте этот сытный салат с печенью и картофелем ну что вот мой салатики готов яркий аппетитный красивый радуйте своих родных только домашней едой у меня есть на канале плейлист салаты вы найдете там множество салатов на любой вкус а главное вы приготовите салат из доступных продуктов а оформление будет выше всех похвал приятного вам аппетита готовьте в удовольствие а подавайте с душой подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока